Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 701. События дня. 2 Тимофея 2.8. Помни Господа Иисуса, воскресшего из мертвых, за 13 ноября 2017 года. Рахиль Загидулина. Спасибо вам, дорогой духовный мой отче, за заботу о мне грешной. Спаси Христос. Каждое утро, как за духовного отца, молюсь о вас. Казашка. Дознакомство было в этих свидетелях сторожевой башни. А теперь вот православная крестилась. Я стихотворение выставил. Приходится на него тут отзывы. Я уже само стихотворение сюда перенес. Евреям 9 десятых, эпиграф. И которые с яствами, и питьями, и различными омовениями, и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Это я написал стихотворение на книгу стихов старообрядца Гриханова Виталия Виталия Петровича. Стихи старообрядческие вышли. О чем они? О главном или так? Все о расколе, про закон, что дышло, про никонянство, про его гулаг. О том, что Никон, лютый зверь и аспид, куражился и портил все и вся. Про дух народный, что тогда был распят, как смертно пересторились друзья. И, главное, вакуум, двоеперстье, как панацея счастья и спасения. На наших волоса, на их зверье, все с шерстью. И виноват, конечно, грек Арсений. Эти двое, Никон и Аввакум, хлестались, как еврейские цари. Предвзятость старую в стихах воспел со смаком. Кто не со мной, сегодня же умри. Для беспристрастных чтителей героев, приезженцев обеих, воевод. Кто дело их продолжил и построил, и призывал к тому же весь народ. Уж им-то доскональнейше известно, а не ученики своих господ. В той кутерьме для Библии нет места. Все перепутали, где Запад, где Восток. На сотый раз считая с удивлением о мертвом непокорстве и упорстве. Да, революция, да, был товарищ Ленин. Все от того, что пальцы не двуперстно. Святая мертвая на практике идея, что все в богослужении и в обряде. Христово слово в новой Иудее за станом, за церковной оградой. Стихи приверженцы мощей святых агарков от злости лопаются в сполохах ночи. Повтор ошибок трехсотлетних старых, а Слово Божие, как прежде, там молчит. 25 июня 2003 года. Деяние 15.1 Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисеева, не можете спастись. Это то же самое, вот это двуперстие, троеперстие. Молись, как тебе Господь дал. 1 Тимофея 4.4 Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Слово Божиим и молитвою. Внушай сие, братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодный же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно. Имея обетование жизни настоящей и будущей, Слово сие верно, и всякого принятия достойно. Всякого, всеми, кроме старобрядцев. Свинью есть можно, а голубя нельзя. Почему? Когда написано «всякое творение Божие хорошо», а впереди говорит, что учение бесовское, когда будут запрещать есть, то Бог сотворил. Бесовское учение содержит, и никто как будто не видит. Освящается Слово Божие молитва, у них Слова Божия нет, и настоящей молитвы нет. Что считает, сам не знает. Это я к Греханову отношу, его нет уже. Я отвечаю на видеоролики отца Владимира из города Болгар. Кто-то следит за вашими видеороликами? В одном из своих интервью отец Владимир Головин упоминал обо мне весьма положительно, когда отвечал на вопрос, не подходит ли к нему гордость. Мы здесь у нас в ежедневной молитве поминаем его имя, прося у Бога ему мудрости, спасения, вечности, чтобы Господь сохранил его от клеветников и всякого зла, чтобы Владыка Мира Иисус Христос всем даровал духовное рождение свыше, Иоанна 3.3, и водительство Духом Святым во всей жизни, Римлянам 8.9, ему и всей его пастве. Если его сердце расположено к нам, то пусть бы и он молился о нас так же, чтобы все мы с радостью и всегда исполняли волю Божию. Мой родной брат, отец Аким Лапкин, 35 лет, в Сане, Протеирее. Владыка здесь, митрополит Сергий Алтайский, Варнаульский, Иванников. Игнатий Лапкин, штец, проповедник и миссионер с 55-летним стажем. Ну, заходите на наш сайт, вот он как. Мой мир, в нем 21 тысяча наших фотографий. На форум, 1602 темы. Здесь 8600 наших видеороликов. На сайте здесь насчитана мной полная Библия. 12 томов святого Иоанна Златоуста, 12 книг «Жития святых», 5 книг «Добротолюбие», 4 книги отца Григория Диченко, Иоанн Кронштадтский, Игнатий Брянщининов, Юрьем Сирин, книга «Правил», «Духовный цветник», «Архипелаг Гулаг», «Масонство», «Поэзия», «Проповеди» и другое. Здесь же 38 изданных нами книг, госфильмы с нашим участием и многое другое душеполезное. Телефон 8-961-230-7060. Вчера зашла ко мне из города Казани, одна Людмила, года два назад мы говорили, и она пишет «Добрый день, Игнатий Тихонович, как можно с вами связаться? Вы принимаете еще видеозвонки? Я запуталась, и не знаю, у кого спросить совета, не знаю, как быть дальше. К мужу пришла вера, то есть он курил и пил там все, он стал баптист, и сейчас хочет, чтобы я тоже стала баптистской. Не разрешают мне ходить в православную церковь, и силой заставляет ходить на свои собрания, доходит дело и до рукоприкладства. Можно вам позвонить? Я говорю «можно». Мы с ней поговорили, ролик записан, потом увидит Людмила Сидорова. Я готова помолиться. Я отвечаю «хорошо», и стали молиться. А теперь о Матроне, которую канонизировали. Называется ролик «Заработок из могилы». Кощунство от православных колдовок. И тут один пишет, его обидели они там. «Братья и сестры, немыслимое кощунство происходит около могилы Матроны на метро Тульское на Даниловском кладбище. Там работают несколько бабок. Марина, Ольга, Евгения, Юлия, в скобках. Все деньги, которые жертвуют прихожане и собираются из коробочки для милостыни, забираются себе бабками, которые себя именуют послушницей и делятся между ними. Что-то отдается в храм, далеко не все. Если чем-то вы им не угодите, вас туда больше не пустят они. Делается так, после вашего ухода ставятся много свящей, чтобы вы там больше не были. Колдуют. Это в простонародье называется порча или черная магия. Что хотят, то и делают. Хотят плохо друг другому сделать и делают регулярно, ежедневно. Всех неугодных от святого места прочь. Кто денег мало дает, кто не нравится, внешне или еще как-то. А кто вам такую власть-то дал? Бесы, что ли, дали? Или дьявол, или сатана присел? А внешняя атрибутика вообще здесь не важна, как они одеты, эти бабки, и то, что они с кокафистами стоят, смотрят в них и приговаривают. Жертвуем, жертвуем, не забываем жертвовать. Вот коробочка, сюда вот, и так далее. Вот до такого эти бабки опустились. Представьте себе, не угодить очень просто. Можно мало пожертвовать или не пожертвовать. Деньги за приход на святое место. Но эти бабки чувствуют правоту в том, что они себя назвали послушницами. То есть как бы самозванными послушницами. Сами пришли и сами назвались. То есть сами туда пришли, на эти заработки, на могилу. И больше никого не пустят туда, и за зарплатой следят. Все, что жертвуется на могилу Матроне, бабки берут себе деньги, вещи, еду. Все для себя и для своих семей. То, что уже вообще никому не нужно, выкладывается на жертвенное блюдечко около подсвечника. Вопрос, кому жертву прихожане приносят? Богу, Матроне или бабкиным семьям? Это мало того, что неэтично, но еще и большой грех. Воровство храмовых денег, присвоение себе жертвы для неимущих и бездомных инвалидов. Встает вопрос о психической вменяемости Марина Ольги Евгении, которая так вот служит, в кавычках, и зарабатывает на могилах. И магией там занимается свое удовольствие. Вероятно, есть еще у кого-то и одержание из бабок. Не исключено, несмотря на то, что они там работают, то есть одержимые демоном. Ненависть и хитрость считается в их глазах. В глазах даже. Я несколько раз имел глупость в их пакет класть мои записки, Матроне-то. Через неделю все три бабки, а может и больше, бурно обсуждали, что я там пишу и какие грехи отмаливаю. Между собой прямо мне в лицо. Так было несколько раз. Несколько раз мои записки бабками засчитывались и комментировались, а с такими записками вы приходите, что вообще посчитать так дурно станет. Как вы там дальше будете и в таком духе. Но мы за вас 10, 20, 30 свечек поставим сейчас, и вы больше не придете сюда. И чтобы Матрона нелюбимым прихожанам не помогала в бедах. А нам помогала. А им не помогала, чтобы из-за этого тоже они мастеристы свечи ставить. Как это назвать, даже и не знаю. Зато нам хорошо. А есть ли что-либо еще более важное? Бабки стоят и слушают, что у Матроны просят молящиеся и на могилке, и на подсвечнике, и около могилки. Также имеют наглость обсуждать, кто как молится, как кто правильно, кто неправильно, кто еще чем-то прогневился перед ними, тем, что пришел туда. Так вот, на могилах работают так, и милостыню собирают, кто захочет. И других туда не пускают, даже помолиться не пустить могут. Вот такая жалоба. Ну, помолиться надо, чтобы допустили молиться. Юрий Соболев, смотрю ваш ролик. А ведь и верно, что может быть и в свое употребляемое имя Божие в сопряжении с сектантами истинно верно называть их свидетелей башни, как вы и предложили, Игнатий Тихонович. Скажу, что не я предложил, я высчитал это. Я всегда испытывал своего рода смысловое препятствие в произношении словосчитания свидетелей Иеговы. Это религиозный оксюмарон. Да и только благодарю за подсказку. А вот это Людмила Пахомовой пишет. Здравствуйте, дорогой Игнать. А нет, это другая. Скажите, пожалуйста, во сколько и когда я могу с вами связаться по скайпу в удобное для вас время? Я сама из горящего ключа Краснодарский край. Не Красноярский, а Краснодарский. Недалеко от Краснодара 56 километров. Меня зовут Виктория. Мне 27 лет. Буду рада нашему общению и совместной молитве. Я спрашиваю, чтобы мне подготовить вопросы, успеть нас записать, чтобы у вас потом время не отнимать. Я сразу ответил, звоните сейчас. Тут мне один пишет. Думщика. Игнатий Тихонович, мир вам. Вы говорите, почему посещаемость мала по сравнению с количеством подписчиков. То есть, я не это, как бы спросил, а на ежедневный день просмотров мало. Ну, это и есть посещаемость, конечно. А подписчиков уже 9 тысяч. У нас просмотров в общей сложности больше 9 миллионов. За 9 миллионов перешло. Служу по себе, мы все наблюдаем за вашими роликами на YouTube-канале, стесняясь задать какой-либо вопрос, даже потому, что вы их даете в своих роликах. Но скажу по себе, что я каждый день просматриваю вас с таким сильным восхищением, что нет слов передать той радости, которую вы несете миру в Слове Божьем, особенно, когда в строгости вы улыбаетесь глазами. Как тонко чувствуете людей. Спаси Христос за ваш огонь. Вы исцеляете меня каждую минуту просмотренного видео на вашем канале. Михаил Кальмаев. Вот интересное письмо Игумена Аввакуума Давиденко о Кураеве и миссионерстве. 11 ноября 2015 года. Конец миссионерства. 16 ноября 2015 года. Ведущего миссионера и богослова Восточной Европы протодиакон Андрея Кураева в Москве будет судить церковный дисциплинарный суд. Ох и будет. Судьи, держитесь, потому что судьей это обвинителем будет не вы, а отец Андрей. Однако, кто бы не и выиграл в судебных слушаниях и прениях, приговор уже написан. Любой суд, любой приговор это право сильного, право властного, право общественной целесообразности. Однако, отец Андрей после суда останется ведущим миссионером и богословом Восточной Европы. Он уже независим от церковного сообщества. Запрещение, лишение сана, если такое состоится, еще больше подогреет его и так огромнейший авторитет в широкой общественности и в тех местах церковных кругах в том числе. Как бы его ни демонизировали, ни марганализировали, а он останется голосом, рупором церковной гласности в православии. Миссионерство не нужно в православии. Более того, оно чуждо его природе, особенно у старообрядцев, за 300 лет ни одного. И находилось оно всегда в зачаточном состоянии. Миссионерство у нас было, но оно, как никому не нужный предаток, только мешает общему устрою, укладу жизни православия. Хотя и отказаться от него полностью нельзя, ибо оно поднимает авторитет церкви. Были у нас громкие и достославные имена святитель Тихон, североамериканский или узкий, будущий патриарх, архимандрит Макарий, глухарев, перевозчик на Алтае был. Святитель Николай Касацкий, японский, в свое время горестно сокрушался, что на миссионерство во всех северных регионах России духовная консистория умудрилась, раскошелилась и выделила 8 тысяч рублей, а на содержание лишь одного архиерейского дома в Сан-Франциско аж 27 тысяч. Разницу чувствуете? Понимаете, что в русском православии главнее и важнее, понимаете? Православная церковь была и остается тяжеловесным обрядовым институтом. Увы, начиная с 90-х годов со свободы церкви поигрались в миссионерство и хватит. Сегодня, начиная с громких квартирных, табачных, златопыльных и часовных скандалов в связи с патриархом Кириллом, церковь отыгрив миссионерство уже года четыре, как перешла в глухой, тупой самообороне, чтобы было все шито, крыто и полно корыто. Самому тупиковому и не миссионерскому состоянию, церковь наша до поры, до времени будет учиться жить и выживать в условиях разрушенного авторитета. Ох, это сложно и трудно. Ну, а потом все равно. Как не держи, а будет прорыв. Будут реформы, от которых опять же никому церкви не станет лучше. В общем, жизнь есть не рай, а изгнание из рая. Комментарий на это. Владимир Лебедев. Да не будет никаких реформ до того времени, когда после Третьей мировой войны в России не воцарится помазание Божий царь Михаил. Он объединит все православие в мире и сам будет исполнять обязанности патриарха. Но для тебя, батенька Вакум, такие события будут очень губительны, так как и твоя Мальданута и Украина опять вернется в свое лоно, Российскую империю. Прием, батеньку, такие попы, как ты, уже будут невостребованные. С мощами Серафима он с крестным ходом пойдет в Саров и там воскреснет старец Серафим. Вот тогда, если доживет Кураев до этих имен-то, сам Божий старец и даст определение твоему любимцу. Как тебе такой расклад-то? Хочешь дожить до своего обличения? Алекс Бен Шимон. Пишет «Есть еще один миссионер и исповедник православный Игнатий Лапкин. Его тоже недолюбливают власть имущая в РПЦ чины. Я так понимаю, если ты в русско-православной церкви начинаешь проповедовать людям о Христе и о сути Нового Завета, то ты почти автоматически сектант или около того. Как они не понимают, что и в сектантских кругах, и в обществе в целом авторитет РПЦ уже давно ниже Плинтуса. И если не изменить этот курс «Спасти самих себя», то РПЦ точно станет О-о-о и не более. Общество с ограниченной ответственностью. А тем временем лютые волки во вещьих шкурах паразитируют на просторах бывшего союза, оболванивая и обирая простой народ, пользуясь его невежеством в религиозных и исторических вопросах. Кому-то очень ненавистна христианская церковь, и РПЦ в частности, и кто-то планомерно ее уничтожает руками самих же РПЦшников. Михаил Кальмаев «Мы являемся свидетелями отступления, оно подобно раковым метастазам все больше и больше поражает организм церкви, и не только МПРПЦ, пока не застигнет своего апогея. Андрей Кураев через свой дневник хорошо высвечивает апостасию. Из идеалистов мы становимся прагматиками, и кто выдержит и не отступит, спасется, потому что вера у них, спасшихся, уже будет не детская, не трусливая, не семинарская. Филипписам 1.27 «Только живите достойно благовествования Христова, что приду и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязать единодушно за веру евангельскую». Не так уж и много требует от нас апостол Павел, но как же трудно в живой действительности следовать слово апостола. 2.27 «Да не Рахиль». Загидулина, казашка, пришедшая от свидетелей сторожевой башни в православие. «Спасибо вам, дорогой духовный мой отче, за заботу о мне грешней. Спаси Христос. Каждое утро, как за духовного отца, молюсь о вас, Игнатий Тихонович». Что можно посчитать для человека больного, старого и неправославного? Может, что-то и заденет, и душа его спасется? Пожалуйста, помогите!» Отвечаю. Вопрос можно поставить так. «С кем бы поговорить такому человеку?» Святая Библия, а в ней Святой Евангелие, это слово самого Бога. Вот и устроите встречу с автором, чтобы Дух Святой сам отверз дверь слуха. Псалтырь Евангелия – это Нагорную проповедь с 5-й главы Матфея. «Якопчук Леонти» или Леонид, по-моему, Леонти. «Пятидесятник в третьем поколении Роди США». Мне пишет сегодня «Мир вам и поклон уважаемый Игнатий Тихонович, всем вам и Надежде Васильевне, она для меня пример кротости. По милости Божьей отсылал вам на ваше имя 200 долларов. Вот номер. У меня живет жена на Украине. Прошу книги отостать и вот ее адрес. Я общу к Татьяну. Она у меня православная. Скажите, пожалуйста, если на Украине и где именно православная зарубежная церковь, я желал бы, чтобы она приняла крещение с полным погружением и уразумела истинное православие. Спаси Христос, отвечаю. Таких пока не знаю на Украине, но там есть храмы Московского Патриархата, и там поискать, где могут совершить по всем канонам совершенно бесплатно святое Таинство Крещения с полным троекратным погружением в воде. Леонид Яковщук, очень благодарю, будем искать. Скажите, пожалуйста, Царствие Божие и Царство Небесное это что, одно или разное? Отвечаю, это одно и то же. Матфея 3.2 и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. А Марк пишет 1.15, говорят, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, не небесное. Покайтесь, если веруете в Евангелие. Леонид пишет, аминь. Продолжаю смотреть ваши видеоролики. Будем жить в субботу, поеду к своему дядьке, он профессор, доктор теологических наук, был другом Ярла Песси, ему 83 года, хочу познакомить его с православным форумом. Я познакомил своего младшего брата Руслана, он бросил смотреть всякую щепуху, смотрит ролик за роликом у вас. Передал на Украину своей жене и всем друзьям, храни вас Господь. Я отвечаю, повторю, что у нас не только форум, но я ему там дальше показываю. Какой-то пишет, 12, не имя, ничего, здравствуйте, Игнатий, я посмотрел ваши видео, посчитал сайт, во многом мы чувствуем едино, если будет у вас время, буду рад беседе, спасибо за внимание. я отвечаю, сначала выставьте свое фото, если на ваши данные, имя, фамилию, где вы, если на его вам кто-то будет предлагать дрожьбу по телефону и назначить встречу, и вы пришли, а там или сканер, или зверь некий, или нарисован пейзаж, машина, и никаких данных о том, почему над тобой так насмеялись. А вот в интернете это можно позволить, и уже вошло в глупейшую моду. Перед Богом каждый есть личность, имея свое лицо и прочие индивидуальные данные. Так что, подобные насмешки на предложение дружбы, пусть даже виртуальная форма, обратите сами на себя, что и вам также будут предлагать под видом дружбы любую смятую бумажку, храм, или даже иконку чью-то, и кого вы ведете к себе. Отнеситесь к дружбе серьезней. Этим рассуждением я вас не отталкиваю, а приближаю. Мы, может, будем еще и настоящими друзьями, как так полезный друг для друга во Христе Иисусе в деле спасения наших бессмертных душ. Я никак не привыкну, что люди ни имени не показывают ни откуда, говоришь в пустоту. И почему мне в жизни за 78 лет скитания по земле не пришлось ни разу, ни единой бумажки выпустить без личной подписи, без указания своего точного адреса. Тем более в моем мире на форуме или сайте во всех публикациях. Я не в укороте говорю, а просто в недоумении кому отвечать-то. Мои телефоны на каждом столбе в городе можно было прочитать. Вставьте свое фото и анкету заполните. И снова сделайте запрос о дружбе, если видите в ней необходимость к тому. Фото, что было без темных очков. Заходите на наш сайт. Дальше Мой Мир 21 тысяча, ровно 21 наших фото. Наш аудиоархив, новый сайт ВКонтакте, форум 1602 тема, новое сообщение, где можно посмотреть, наш видеоканал. Вот он подписывает. Благодарю. Аминь. Наталья Вечкутова. Дорогой Игнатий Тихонович, от всего сердца поздравляем вас с днем рождения. Благодарим Господа за вас и таланты, которыми Он вас благословил. Вы для нас пример и эталон Вадимова Духа Божьим Человека. Благодаря вашему помазанному служению наша семья Андрей, Наталья и уже сын вернулись домой в православную церковь. Вспоминаем вас с благодарностью в молитвах. Считаем себя вашими духовными щадами. Вспоминайте нас в молитвах иногда с любовью и благодарением семья Вечкутовых. Здравствуйте, дорогой Игнатий Тихонович. Она же пишет, не перестаем благодарить Бога за ваше служение. Молюсь за вас как за духовного отца. Страшно даже подумать, что могло случиться с моей семьей, если бы не ваш талант по Писанию направить заблудившийся овечек в церковь. Посмотрела ваш ролик, где вы разговариваете со старенькой бабушкой, которой уже 92 года, в Солигорск, от нашего города Слуцка, всего в 30 километрах, Белоруссия. Если вдруг нужна будет ей и ее сыну помощь, мы с радостью поможем. У нас благословенный, доступный епископ. Он беседовал со мною и благословил крещение полным погружением. Благословил сначала подготовиться, прочитать книгу Шмемана о крещении. И летом на речке Случ я приняла крещение. Если эти люди еще на вам позвонят, можете дать наши координаты. Если нужно, мы привезем батюшку, да и любую другую помощь окажем. То есть этим сектантам, а там живут еретики, с любовью и благодарностью Вечкутова. Я отвечаю, у меня в книге к истинному православию в главе о крещении более намного, чем у Александра Шмемана, полнее сказано. Можете это перепечатать и подарить вашему епископу к истинному крещению страница 60-й и вот номер. Игорь Думчиков. Как проникновенно и разумно сложено вами стихотворение. Спаси Христос и за стихи ваши, и за благочестивое наставление. Простите грешного, если что неправильно написал. Шел вечером на работе после того, как закрыл железнодорожные ворота. И так мне захотелось вас увидеть и услышать. Хотя бы ваши ролики с учением об Иисусе Христе о вашей жизни, как вы в ней живете согласно Евангелию. Спасибо вам за ваши ролики. Скучный, унылый вечер стал сразу быть другим. Я вас очень прошу, снимайте их вопреки засланцам. А от кого вы сами знаете. Уже не от как и на вашем канале в комментариях слышу, что они нас бодрят и не дают унывать. Вам всем потеряются Божьей благодати и помощи. Не надо быть рядом с вами, чтобы чувствовать вашу любовь к Богу и всю благодатную обстановку у вас. Хотя иногда очень не против я к вам попасть и креститься с троекратным погружением, потому что не уверен, что меня в детстве крестили с погружением троекратным. Хотел еще написать вам до завтра на работу, на вторую, немного устал. Ангела коснув вам Игнатий Тихонович. До скорой встречи на полях интернета и надеюсь все равно на встречу вживую. Спасибо вас, Иисус Христос. Ну вот я далеко не все здесь взял, что тут за один день. Ну и наши ресурсы. Вот. Надо показать, что это у нас тут. Ага. Что-то Юрий Лабусевич прислал. Вот наш мой мир. Я с головой, с шапкой, сказать, на голове Игнатий Лабкин один. Ничего больше не надо. Вот сюда заходите. А где с Голубем, туда не надо. Это модераторы копию делают. Что же он написал? Вот не знаю, прям сходу открою. Игнатий Тихонович. Мир вам. Очень интересное видео. Наткнулся на хорошее видео. Какова ваша его оценка? Ну что-то он тут. Надо смотреть. Сейчас мне и до этого. Потом посмотрю. Вот. Уведомление это какие фотографии кто смотрит. Андрей Александров, Игорь Думщиков. Архив номер 25. Занятие по Святой Библии в Алтайском государственном техническом университете уже 18 лет. Ну вот такое. Я показал где, но интересно, тут нашел вот такую фотографию. Собака ест. Какая конура, как сделано, пол и как у нее чашки, да тут человек пообедать может. Но я решил дальше посмотреть. Там у него этого человека какой огород, сад, дом, что он там делает, как виноград садить. Я потом покажу. Да. Просто покажу. Это вообще удивительно. Ну, нам никогда это не сделать. И второе, что у нас есть. Так, это нужно сейчас убрать, раз уже все перенесло сюда к нам. Десять роликов. Вот так. И показать форум. Наш форум. Ну, последнее. Что тут было? Ну, форум. Ага, вот какое. Власти взяли за баптистов, я это и говорил. Сначала они взяли за свидетелей этой сторожовой башни, запретили. Теперь баптистов незарегистрированных. Вот они к нам приезжали по Теряевку. Чернеют вышки очерком знакомым. В России начинается конфискация домов молитвы у баптистов. 10 ноября 2017 года, а сегодня у нас 14, ну, рядом. Немножко прочитаю. В советское время в наибольшей степени страдали те, кто был не согласен жить по атеистическим правилам и отказывался от регистрации в органах власти. После перестройки и вплоть до принятия закона Яровой в 2016 году незарегистрированные баптисты Совет Церкви Ивангельских Христиан Баптистов движение возникло в 1960 жили и проповедований. спокойно, хотя и сохраняли подозрения к отношению властей. Совет Церкви и сейчас принципиально не регистрирует церкви. История частично вернула баптистов в советское время и показала, что их подозрения были небеспочвены. Мученикам советского времени снова запрещают молиться. Ну, а случаях говорит, я просто буду задерживать, и вы сами прочитайте. по какой причине. Я считаю, что надо исполнить то, что говорят. Я не все воспринимаю так, как они говорят. Нас Бог милует, у нас зарегистрированы, перерегистрировались, и никаких ни шрафов, ничего нет. И ходим, благовествуем. Гонянина поистине героическое христианское движение, среди которого было много мучеников, пострадавших за веру, за право говорить о Боге и проводить богослужения противоречит и закону, и человеческой морали, не говоря уже о евангельских принципах, общих для всех христиан. Это говорит о том, что, по крайней мере, часть российского общества готова по-советски унижать верующих, искать врагов, отыгрывается на слабых ради статистики и повышения по службе. Именно такого рода глупое беззаконие разрушает Роман Лункин. Дальше, отдел заступничества МСЦ ЕХБ сообщение. Ну и дальше, до сих пор прочитайте, что, ну я скажу, что баптисты для нас это еретики, сектанты, потому что у них нет священства, и поэтому никаких мучеников там быть и не может. Это говорит об этом Киприан Карфагенский. И мученичество не омоет их от греха разделения. Дальше. Разделение от зарегистрированных баптистов, от православной церкви. Культовое здание, тут все. У нас тоже культовое здание, но Бог милует, пока не трогают. В Барроле вообще спокойная такая обстановка. Вот они что там пишут, заступаются, какие правила. Ну, это может у нас тоже погодиться. Но я сейчас не даю этого. президенту Путину, губернатору Тульской области Дюмину Алексею Геннадьевичу, прокурору Тульской области, федеральная служба государственной регистрации кадровской картографии, что интересно, которые на меня больше всех нападали, я называю манкурты из Кемеровской Тульской области. И они здесь везде участвуют в гонениях, в жалобах. На свидетелей сторожевой башни они поднимались эти. Я их знаю. Ну, знаю, почему, потому что они меня поедом поедали. Лгут непрерывно. Лгут самые манкуртизированные. Ну, и дальше наш видеоканал. Вот он. В нем что у нас здесь? 9241 подписчик, посещаемость. Слава Иисусу Жесту! Аллилуйя! Татьяна проверяет. Просмотров 9 миллионов 18 393 и видео у нас 9 нет, 8 тысяч 660 наверное уже. Вот. Опять кто-то двое зашли. Вот я открываю сейчас, если ругань такая, но я не виноват, просто открою без проверки. Так, пользователь который новый появился, никого нет, тут уж нас так. Добавил комментария, а сколько узлов надо? О чем они? Ну, наверное, про ребятишек-то. По Александр Мальцев, запоздалое видео, ничего тут такого нету. Искушение от женщины, молодая, красивая, как жена Патифара. Это ком он так? Ну-ка сейчас, молодая, красивая. Вот сейчас я открою ее, как жена Патифара. Ком он? Патифара с Никитой. Молодая, красивая, где она? Молодая, Утрак обеда была. Что он не делал? Как? Ну, я вчера была у кухни, и он стоял рядом. Вчера? Вчера. В какое время? Уже вечернее, никто не работал, братья были полностью свободны. Что он там оказался, я не знаю. Но я к нему и обратилась. Сразу говорю, Никит, отнеси вот это ведро, вот там, где наши козлы для работы, вот сюда вот, салам, девочки, выручите, с картошкой, полное ведро. Я его специально не несла, не поднимала. Он мне, ну что вы тут, три метра не можете сами отнести? Ты говорила, Тислав? Да, но уже держал в руках ведро это. Не понял. Да, и сказал Тислава. Ну, как они могли из тебя выйти, такие слова? Ну, ты глянь, какая, с кого, с кого глядеть этот. Муж отпустил ее, четверо ребятишек, ей уже хватает всего, она и так, и глянь на нее, посмотри на какая. А ей только молиться, забежал, тебе, Галина Александровна, помочь что-то надо? Да мне каждый помогает, мне детей помогает. Я говорю. И спросил, помочь что-то надо? А тебе надо, сама вынесешь. Мне ни один еще так не ответил. Сколько я Володи, я в основном Володи прошу, даже не тебя, Никита, потому что, я знаю, ты пыркаешь. Володя мне не раду, за два года не пыркаешь. На ком говорят? Виталий приехал. Все видно, все в этих. Теперь перебирай. Я понял, хорошо, хорошо. Виталий сейчас приехал, он только приехал, я его попросила вот с рыбой мне помочь. Нет, даже я не просила, я просто спросила, любишь рыбой заниматься? Все, он вроде как да нет, но он сам подошел и говорит, давайте я с вами, с рыбой, что нужно, помогу. Ты, Никита, с нами второй год уже, я не знаю, но и до сих пор вот так вот. Как так можно ответить? И ты ночь просыпал, и нигде у тебя не ехнуло, что ты так ответил. Я тебе сегодня подошла и сказала, а ты мне что ответил? Помнишь, что ты ответил? Что ответил ты? А что ответил? То есть, это первое прошло, второе, уже ты уже не замечаешься. Я не помню. Я не помню, что как совесть, совесть, я должна была подсказать, что это не то. Ты мне ответил, даже Вика, Вика, посмотри, даже Вика с сестрой берут это ведро, а я, мол, ему претензии такое предъявляю. Говорю, ты себя слышишь, Ты слышишь? Не думал, что он так близкого стремится, я тоже Вика там возьму. Потому что ты не думал. Это плохо, что не думал, подумать надо. Они девочки маленькие, они будущие женщины урожа. Вести молитвах, а тебе вести равно. Препятствие в молитвах, это явно. Прошу прощения у Галины, как я, грубо говоря, ответил. И притоку больше не повториться, буду помогать всеми силами и возможностями. Мы же здесь одна семья. Я это предположить не могу, что тебе говорить? Я на тебя смотрю и молчу, я ничего не могу говорить. Это такое дело, о котором рассуждать не надо. Тут совесть бы задушила, десятки раз подошел, как из меня это вылетело, как я это не знаю. Другое дело, она делает что-то обычное такое, совсем не махонькое, а тебя вылетело, скорее всего запрячь. Сейчас такие люди, они только как улыбят, и скорее уже запрягают его. Другое дело, тут она не может. А теперь я уже свое скажу. Смотри, я тебе на днях говорил про это? Да. Заметь, я заранее говорил. Я ничего этого не знал, не видел, мне уже открыто было. Я тебе сказал, мне не нравится твой взгляд, уголки губ, мне не нравится внешнее, вот это как ты говоришь. Вот это вот, такая скрытая какая-то наглость, презрение у тебя появилось. Это вы, я ему говорю, причина какая-то, вы наедине где-то работали, были, разговаривали, очевидно тут. Вот. разговаривали с Виталием, и вы судите меня. Нет, а я говорю, вы судите, мне объяснять не надо. А сатана тут сразу входит в человека. Я вам не подсудим. Вы у меня в гостях, а не я у вас. И для меня вы не работаете ничего, вы делаете для Бога, для Христа, во Христе. Мы работаем, я доволен вами, я благодарю Бога, что вы приехали сюда. Мы же работаем для Бога. А я еще какую выгоду имел, у меня рубля нету. Они мне пригрозили, раз назад, 500 тысяч рублей, я где-то возьму. Ну я с Тимошкиных рублей возьму, которые за питание отец даст. 500 рублей. Больше ничего нет. Она тебя наказала, не меня, у меня еще ничего не возьмет. У меня, посмотрите, на каждой шалине 5 заплаток, новая, одно, я смеюсь. Кого вы не видите, какое я перед вами ищусь, чего огородная стоит тут. А вы меня прощаете. Я к тебе говорю, то есть я заранее говорил, мне не нравится твой взгляд. Как ты отвечаешь, как не отвечаешь. Мне перестало это все подходить. И я к тебе подошел, ты следи за собой, то ничего мне не грубит, ничего, а я вижу, там процесс внутри идет. Идет разложение. Но это могу добавить только одно. Вы приехали сюда, и я вас сюда не звал. Ты просился, я тебе напомню, да хочу это. И ты доволен был, и мы живем вместе, ты со мной здесь, и в лагере, и я вижу в тебе добрые изменения. Я тебе об этом говорю. Но вот такое, когда презрение, у меня за этим видится, тебе это все уже опостылило, тебе это не нужно. Тебя уезжают перед детьми. Я скажу, причина какая даже, что ты в этом видишь. А ты помогаешь по компьютерам, еще что я, Никита, у меня заботы нет, Никита, он все понимает. Он прибежал, она заговорила, опять у меня есть. Я доволен. На работе работают, я показываю. Смотри, как ты бежишь быстро, и как в Италии идет, он как на 9-м месяце беременности. Ему не нравится, но я хочу расшевелить этими словами. И вижу, он начинает маленько, но не может двигаться. Это его жизнь закостенела. Вас травнить уже не приходится. Ну вот так, посмотрели, какое люди, видишь, смотрят, на них как оно влияет. Оно уходит положительно. А сколько узлоб надо? Вот на второй ролик какой-то открыли они. 28 июля 2015 года. Вроде уже 8 часов утра. До завтрака. Вот они. Вот у нас брат Никита. Брат Никита. Сиэллитийский. А идет рядом, просто так не тянет, не чуть держится. Поднял шалаш. Это шалаш делали мы. Камыш. Вот они подходят. И съемка идет. Интересно. Шалаш у нас стоит, готовый теперь. Сколько лет? На шалаш. Накосили? Вот он еще. Шалаш-то еще не хватает травы. Где он шалаш? Вот сколько их тут. Потолкайте, потолкайте. Вот помощники. Толкай. Вот видишь, человек посмотрел. Там вещь шла, видимо, о поясе. Сколько узлов? Четыре узла. Чтобы не развязалось. Никакой тут сакральности. Это третий держит. Ну вот так. Это мы на ходу посмотрели. А бывает заходят, матерятся, ругаются. Выскажить невозможно даже. Ну, что сделаешь? Человек приходит. Зачем зашел? Я бы зашел, кому-то ругался на чужом канале. Ну, не нравится. Прошел мимо и все. Нет, всякое обзывают. Страшно просто. Ну, мне-то еще страшно. Я сижу, смеюсь, думаю, задевает. Задевает, значит, оно живое. А было бы мертвое, оно бы не задевало. Ну, и теперь у нас показать. Во свете Библии православный библейский сайт. Я называю его тяжеловесный. Четыре тысячи создать четыре ответа. Это самое-самое главное. Вот. И вот они разбиты на пятьдесят пять папок. Вот оно как. Если видно, надо просчитать вам. Ну, вот я теперь это все вытащил. Сюда. Вчера долгое время потратил. Пока надо скопировать. Ну, а как скопировать? Ну, сейчас я и покажу даже, допустим. Вот. Мне надо десятый. Сейчас уже дошел до десятого государства и правители. Доткнул. А вот они открылись. Теперь мне надо по порядку. Вот это вот все номера. Это какой том, книги, какой номер вопроса. Ну, допустим, верите в искреннее обращение правителей, когда вчера они еще и знать не желали Бога, а сегодня стоят со свечками. Вот я ткнул, и дальше открывается. Вот верители, все это написано. Чудо может быть, отвечает. Дальше. Константин император. Двадцать первого мая. Дальше. Кавычки. Я беру, копирую, не сам говорю. Андрей Кураев это заметил и говорит, Игнатий ничего не придумывает. Он целые пласты открыл. Наша, забытая. И дальше вопрос, и как это идет, и Ростислав, Кирилл Туровский, какого числа, и показывает, как правители, ну, относились. Теперь вот это я должен вот так вот выделяю все, закопирую, копию. Вот как я делаю туда, куда я. Так. После того, как скопирую, я вот здесь вот у меня вверху, вот В видно. Буковку. Я ее открываю. Теперь надо сказать, чтобы она развернулась. И сюда вставляю. Контрол В. Контрол В поставил. А она на семь, допустим, размера. Мне надо на двадцать. Я на двадцать. Выделяю. Контрол А. Выделяю. Активирую. И после этого увеличиваю размер до двадцати. Легко считать. Потом заново проверяю. А тут мало. Вот чтобы показать, вот где конкретно. Вот, допустим, сегодня я беру, а тут все внизу. Вопросы. До остатка я добрал вчера вот. Вот как. Видите, как вопрос. Черно видно. Говорят, что...